Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Демастер. И Химичка. Всем приветики, ребятушки. А также с нами ещё наши подписчики, которые прошли жестокий отбор, на самом деле рандомный отбор, на Скайгрид. И вы думали, что Скайгрид уже больше не выйдет, но нет, он вышел, всё-таки набралось по той серии 6000 лайков. На самом деле набралось уже где-то дней 5 или 6 назад, но просто как-то не было времени вообще сесть и записать Скайгрид. Не досуг, не досуг. Да, вот именно записать не было времени, просто вот до того, когда она набрала 6000 лайков, тут кучу всего успели построить, и ребята без нас строили. И я вот немного заходил, смотрел. Ну, короче, в чём суть? В чём суть, что дом я решил не достраивать, решил на записи это уже доделать, как бы видите, домик-то он как бы красивенький такой просто будет. Вот, пока что здесь на острове уже много чего изменилось, много чего появилось, и вам, наверное, хотелось бы это посмотреть. Но вообще с нами играют, если вы забыли, то это Вика Рэй, это Химичка, это Майнмен, это Сухарик, Битошка, и ещё с нами 2 новых человечка. Это Мидбуз, новичок у нас сегодня, и Рома. Там и цифры какие-то, Рома цифры. Короче, у меня появился домик на дереве, ну, на самом деле он не мой, но я его себе присвоила, пошли наверх. Да ладно, ты чё, чё, дом вообще-то присвоила? Ну да, чё ж, я батя. Да, Вика, ну он сказал, что мы вместе будем жить. О, живите вместе, да. Короче, как я показал, у нас теперь такое огромное пастбище и овец, да, тут... А чё, вы забили овец? Надо было забить перед видео, не перед видео, а на видео. Тут было много-много овец, и... Да, вот это убили просто бутолику, что было тут геноцид. Да, вот этих вот белых овечек, только что было просто миллиард здесь, и их взяли, зарубили все. Примерно как у нас на этом самом Кек-Лэнде, только они были рассредоточены по полю в большом количестве, а не друг у дружки стояли. Да, так много красивших, кстати, чем в твоей вот фигне, вот ты, Аль. Это да, смотри, что с овцой. Я смотрю, как у меня за окно тут гоняют какие-то люди, и это реально не круто, ведь даже через окно пробивают весь этот звук. Слава богу, что оно у меня закрыто, было бы открыто, это было бы пипец как громко. Вот здесь ещё у нас был визор, ребята, но вы его больше не увидите, потому что его больше нет. Куда он делся? Ну, я не знаю, куда он делся. Я пришёл, его просто нет, разбитое стекло там. Вот, можно спросить там битошки, может он знает, куда визор делся. Я теперь точно знаю, что у нас есть маяки. Вот, может, кстати, визор ушёл в этот маяк, как раз-таки. Ну, теперь можно прыгать? Не, не думаю, не думаю. А вон битошка говорит, да, плюс то, что визор ушёл в маяк. Вот, нас здесь или здесь свои жители, ребятки, с которыми мы можем торговаться. Вот, и вы скажете, а почему это всё было сделано без записи? А потому что 6 тысяч лайков на том Скайгриде набралось не сразу же, почти не моментально. И мы очень много играли уже в те дни, пока там было 5-4 тысячи лайков. Поэтому, ребята, не забывайте, что всего лишь 6 тысяч лайков и продолжение Скайгриде мы сразу же будем записывать. Ну, не сразу же, как по времени получится. То есть, видите, в этот раз времени не было, и в итоге, что получилось из этого правильно? Получилось хреново, потому что я, получается, Скайгрид не записывал очень-очень долго. Так, нам теперь нужны, я, кстати, себе, наверное, меч возьму в руки. Хотя нет, я всё-таки часто умираю. Ну, вот этот золотой возьму. Золотой меч норм. Так, что, что у нас есть? Кстати, ребята, для тех, кто не в курсе, на стримах мы теперь играем в Скайблок. То есть, Скайблок появился на сервере, но я решил не записывать отдельный цикл, потому что сейчас уже идёт Скайгрид. И Скайблок у нас будет на стримах, в начале стрима или в конце стрима будем играть в Скайблок. А так, как там мало народу, то там вроде осталось всего одно место, но когда выйдет это видео, возможно, уже мест там уже не будет на Скайблоке. И надо будет затесаться как-нибудь, тоже хочу на Скайблоке подпишись. Тебе просто, наверное, свой остров в Скайблоке создавали. Не возьмёшь меня? Ну, я монстры уже для тебя нет места, девочка моя. Вот так всегда. Я его любила, он для меня места не дошёл. Не нашёл, а он меня бросил, надо было сказать. Он меня бросил. Так, отлично, здесь вот я тоже хочу заделать это место. Что, будешь строить? Тебе дать покушать? Я тебе это, покушать-то не лас. Вообще, на Скайгриде я думал, потом заприватить ещё рядом никакому территорию, кстати, мне нужен топор, мне инструментов нет, я же всё выкладывал в этом. Дай инструментов мне, давай, фухарик, дай инструментов, отлично, топор, отлично. Хочу, знаете, что сделать? Вот где-нибудь рядом запривать эту территорию, вот там вот. Полностью вырубить все Скайгридовские вокруг этой территории, наверное, этой территории блоки, которые вот эти вот здесь вот расположены. И отстроить там красивые летающие острова, такие, из которых вода стекает, лава там, домик какой-нибудь стоит, лужайка. Ну, это будет прям жёстко, много понадобится грязи и всего остального. Но, думаю, в принципе, это не невозможно сделать. Думаю, это, в принципе, реально. Реально замутить. Так, вот так вот устраиваем стеночку. Потом уже вырубим. То, что теперь сделали маньяк, маньяк. Очень классно, на самом деле. Можно теперь прыгать высоко. Бегаешь такой достаточно быстро. Я удивилась, когда зашла, в принципе. Ну, да, так и дело. Что-то не так. Что-то высоко я прыгаю. Как делаю, неправильно здесь начал делать. Здесь, конечно, стеночкой нужно будет что-то придумать. С боковой. Может, здесь, кстати, будет сделать такое что-то типа окна. Ну, а здесь придётся делать что-то вот типа такого, наверное. Там просто надо будет потом сделать подпорочки. Как видите, здесь уже подпорочки сделаны. Вот они вот такие вот красивые визуально. Но чего-то им не хватает, я считаю. Потом, естественно, выдолбим из каждой из этой вот штуки окна. Потому что окна нам здесь нужны будут. Ну, и делаешь же просто пустую коробку, правильно? Вот, окна мы вылопим. Только сначала нужно всё равно поставить стены. А потом просто придумать, как же сделать окна. Там дизайн, всё остальное. Слушай, а как визор ушёл в маяк? Как это вообще? Ну, из визоров в Майнкрафте делаются маяки. С добрым утром. А, блин, я думала, что он ушёл жить в маяк. Что-то я немножко протопила. Бывает. Бывает. Жёстко, аль, жёстко. Ушёл жить в маяк. Так, я первый раз такую историю, если честно, слышу. Ну, ну, вы говорили. Визор, который ушёл жить. Я понял, аль, я понял. Решил переехать, да? Да, я переехал, аль, переехал. Переехал я его просто нахрен, когда он услышал такой бред. Ну, ладно, нормально. Да ладно. Визор ушёл жить в маяк. Аль, больше никак, пожалуйста, так не говори. Это мне стыдно немного стало. Мы же такие какого-нибудь делали с тобой в маяк, боже мой. Я знаю, знаю. Убиваешь визера, получаешь штучку, чтобы сделать маяк. Какую штучку? Звездочка. Звездочка. Ладно, хоть не всё потеряно с тобой, реально не всё потеряно. Всё-таки ты подаёшь признаки жизни. Я переиграла в линейдж, поэтому для меня... Вот, отмазки, отмазки детские пошли, ребятки. Смотрите, отмазывается просто. И не краснеет. Так, здесь сделаем так. Здесь должен быть неодномерный дизайн. Вот так вот. Да, я вижу здесь доски, но мне их, в принципе, хватает. Здесь опять же идёт вот так вот. И примерно здесь сколько у нас блоков? Раз, два, три, четыре. Сделаем, похоже, раз, два, три, четыре. И здесь будет заворот. Так вот. Вот, да. То есть ближе к этой стенке сужается весь наш дом. Окей. Так, здесь уже мы будем доделывать, скорее всего, какой-то балкончик небольшой. Я думаю, здесь можно будет это сделать. В принципе, и стеночку сюда вот так вот делаем. Мало бы, правда, везде пройтись. Потом вот здесь поставить такие вот ступеньки туда, чтобы казалось, что это всё поддерживается. Что-то красиво сделано. А не просто так. Блин, красиво у нас бомбой получается. Вообще бомба. Да, всё-таки решил сделать вот так вот. Больше дизайнерская, видимо, хрень была. Так. Всё, закрываем полностью. Я всё-таки хочу здесь балкончик. И, возможно, с выхода вниз. Чтобы можно было выйти вниз. Выйти окна. Так. Здесь нужно будет всё это обустроить, правда. А у нас там уже есть один маленький балкончик. Здесь будет ещё один. Так. Здесь тоже мы всё закрываем. И вот тут вот. Вот тут вот у меня своя идея. Поэтому я сделаю вот так. Хорошо, что у нас есть тут такие прыжки высокие. Это очень удобно, согласись. Так вот. Вот так вот. У меня здесь есть одна идея окна. Которую, наверное, я реализую. Не сегодня, возможно, даже. Но постараюсь реализовать. Так. Блин, для этого нужно будет, правда, что сделать. Надо спуститься чуть ниже. С того этажа уже... Какой-то новый чувак бегает. Это что? Это Рома, Рома. Понятно. Так, ребят, тоже не стойте. Занимайтесь чем-нибудь полезным. Хейтер. Курицу зовут Хейтер. Ты видела? Да ладно. Хейтер, петушок. Ол. Смотри, Хейтер пришёл. Ты что, Хейтер, что ли? Всё, пока, Хейтер. Куку-ку-ку, да. Я уничтожил Хейтера. Прямо на ваших глазах гает, как убить Хейтера, ребята. Просто с меча, даже не с локтя. Мы более жестокие. С локтя как бы это просто больно. А с меча это ещё... Радикальные меры. Я хочу прямо сейчас здесь кого-то сделать. Для своего балкончика, который здесь будет. Ну, для нашего балкончика, если быть точнее. Я хочу... Здесь, конечно, вот такие вот лестницы будут. Ну, то есть, такая вот штучка, которую я уже делал. Вот такие вот выступы. Но здесь нужно будет с полублока ещё поставить вот так вот. И с этой стороны тоже примерно вот так. Потом уже, конечно, лестницами я здесь тоже доделаю. Система, которая здесь была. А, нет. Здесь, кстати, её не получится сделать. Здесь надо будет тоже что-то придумывать. У нас же здесь дом немного завёрнут. Ну, потом... Я придумаю, что здесь сделать. Придумаем. Есть идея. Я немного здесь всё-таки замудрил с домом. Нужно было что-то попроще его делать. А ладно, нормально. Так, это всё мы убираем. Так, это убрали. Отлично. Там у меня просто свой дизайн балкона. Но потом всё равно здесь выступ сделаем один. И тут вот тоже. Тут тоже чем-нибудь перед домом. Такое же. В таком же стиле. Так, окей. Здесь поднимаемся. Здесь нужно будет потом стекло. Но это уже в будущем. В принципе. С домом всё понятно. Боже мой, курице плохо. Она очень медленно едет. Ещё кролика сюда засылает. Битошка пытается. Битошка, это чё? Слишком жёсткая. Хейтер Жора. Зачем кролика? Я кролика обыгрывать не буду. Хейтер Жора. Костю, в приват добавь, где дом мы построили. А, в приват добавь, где дом? Не, не, не. Дом не надо строить. Сам хочу строить дом. А, вы хотите мне помогать строить дом, что ли? Такое, вроде, в привате. Ну, куритошка, обиди попробую. Аля, аля, тут, аля. Я тут, да. Попробуй блок поставить кое-нибудь. Здесь? Да. Давай я сломаю. На. Не, не ломается. Не ломается? Сейчас, посмотрю, какое здесь регион. Не ставите. РГИНФО. Демо-остров-3. А, ладно, сейчас добавлю. АДД. РГАДД ОВНЕР. Где у нас там битошка-то? Битошка. Де ОВНЕР. Демо-остров-3. Все, кажется, добавил. ОВНЕР и битошка, битошку поставь блок здесь. А мне? На битошке сейчас всем остальным раздаст номеров. Все, можно ставить битошка, раздай номеров всем остальным в доме. Новичкам пока не, да? Новички пока еще слабаки, новички потом получат. Ну, потому что это у нас только правило. Ну, типа на проверке пока, да? Да, на проверочке, на проверочке пока что. Так, окей. Будут помогать мне строить дом, это реально будет круто. Надеюсь, они не накосячат. Ну, с чего, у меня всегда есть кнут, как бы. Плетка, так сказать. А пряник? Пряник? Ну, зачем тебе пряник? Пока пряник еще жадно. Так, это же система кнута и пряника всегда. Ты еще скажи, хороший, добрый, хороший и плохой полицейский, да? Как это, самый зен? Так, отлично. Здесь, что я хочу, например, здесь сделать? Я, примерно, хочу показать вам, какой, и в этой серии, наверное, покажу, какой балкончик я хочу здесь сделать. Даже не всем балкончиком, это будет интересная такая штучка. Это будет что-то типа такого окна. Видео такое уже в одном месте. Для этого мне понадобится просто стекло. Где у нас стекло? Я просто не в... О, вот здесь можно здесь сделать два стака стекла. Даже лучше три возьму, чтобы уж наверняка. Вот, отлично. Сейчас покажу, что я, примерно, хотел сделать. Я такое видел в одном центре. Прикольно. Так, вот мы и делаем. Вот так вот, да. Отлично. То есть, человек будет... У человека будет создаваться впечатление, как будто бы он стоит на стекле. Да, хотя... Еще сейчас сделаю верстак. Сейчас кое-что протещу. Мне интересно, просто кто-то будет смотреться. Может, можно добавить как раз-таки вот этого стекла, которые... Которые стеклянные панели вот здесь вот вместо этих. Надо бы с собой сделать себе ножницы на шелковое касание. Так вот, да. О, да. Так, кстати, тоже неплохо смотрится. Питошка, не мешайся здесь. О, у меня поставился блок. Хи. Ну все, значит, тебя добавили в регион. Да, это классно. Это клево. Так, отлично. Вот такой вот стиль здесь будет. И человек, который здесь будет находиться, будет сказать, что он стоит на стекле. Это, конечно, в Майнкрафте уже многие делали. Многие даже летающие в стеклянные дома, наверное, делали. Кто-нибудь-то точно я, правда, никогда не делал. Но, в общем, суть не к тому. Суть в том, что этот балкон будет реально прикольный. И, в принципе, в плане физики он должен... А где-где-где он? Сверху? Он, да, там, повыше поднимись, там, видишь, ну, это неправильно. Слушай, ну, это как бы и в реальности такие делают из мотровой площадки. Да, 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 знаешь, в Москве такие есть там. Да, бы ты встал, и просто тебе было страшно смотреть вниз. Ну, как эта башня-то в Москве называется? Блин, я уж не помню. Астанкинская? Какая станкинская? Не, я не помню. Я не помню. Я не помню. Я не помню. Ну, я не желаю. Телебашняя башня, вроде она называется, нет? Да, ну, ну, как бы, телебашней, по-моему, она станет. Охрен его знает, ребят. Я, если честно, не знаю. Кто знает, можете написать правильно ответ в комментариях. Видите, мы здесь небольшие подпорки сделали. Вот это пока что, в принципе, реалистично стоит подпорочка. Вот это пока нет, потому что здесь нет основной подпорки, которая будет туда идти. Но... Да, это Астанкинская. Телебашняя башня. Вы нас, ребята, да, вы нас, извините, но пока что не все сразу. Не все сразу, как говорится, все будет. А может подальше этот балкончик сделать не хочешь? Не, ну, слишком будет жестко. У нас будет подальше балкончик снизу, который будет вот здесь вот. Я планирую прям провести между этими. Как что-то типа прям моста такого стеклянного. Между вот этими проходами здесь сделать тоже красивенько. А не будет ли это смотреться странно? Ну, либо здесь вообще ничего не будет. Посмотрим. Посмотрим, как здесь оно будет сделано. Просто такой огрызок от дома. Нет, огрызок. У меня есть парадин. Это значит, по этому поводу. Очень хороший магазин. Прямо сердечками чувак криклает. Мизи Киси. Девочка, наверное, девочка. Очень хороший магазин. Тут уютно. Есть жители Плюзелья и другое. Приходите к нам из ГХО Миз Киси. Миз Киси. Видите, да? Магазины свои рекламят. А, вот, не гадненькие. А это та, нехорошо, да? Да нет, хорошо, на самом деле. Хотя, в принципе, торговля занимается. Это же Скайгрид, да? Торговля, понимаешь, развивают. А у нас будет свой магазин? Может, тоже что-нибудь замутим? Не, ну, можно попробовать свой магазин, конечно, открыть, как бы. Как на РПГ тогда, помнишь? Там люди приходили, стояли там. Да, закупались. У нас на РПГ-то вообще круто было сделано. У нас такой бизнес был наларен. Вообще жесткий бизнес был. Аль мы там прямо самые крутые барыги были на районе. Это что, зелья крафтили? У нас там все покупали. Только отмывали из-за боссов. Да, у нас там полсерии было. Мы деньги отмываем просто с людей. Там вообще жестко. А еще эти судочки под ношение до мастера. Да, да, сундуки под ношение, я помню, были. Да, скоро, кстати, РПГ откроется. И, возможно, все это будет как в старом, добром 2014 году. Да, и мы только начали вместе тусить с Костей играть. Да, 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 да. Это было в 2014 году, ребята. Это просто, можно сказать, целую вечность назад было. Как время-то летит, а? Да, просто вообще не щадя, я бы сказал. Так, сюда делаем здесь. Поностальгировали немножко, ну. Так, здесь делаем вот так, упасть нельзя будет. Кстати, не знаю. Такое вот окошко какое-то странное, очень странное окно, если честно. Не знаю, как этот дизайн понравится людям. В принципе, вроде неплохо смотрится. Но если что, переделаем, нет? Да, если что, можно было... Ну, такое странное. Просто здесь у меня немного стены не сошлись, как бы. Я подумал, почему не сделать окно? Забавно. Почему бы и не сделать окно? Я сломал уже окошко. Ладно, доделаю. Негодяй какой-то. Так, здесь, наверное, стоит доделать блоки вот так вот. Да, это все уже стены мы здесь застроили. Здесь окна мы, наверное, выдолбим. Все-таки я не хочу делать так же темно, как и на нижнем этаже. Кстати, там балкон прикольно очень получился. Сейчас посмотрите, ребята, может, не видели. Но то он тоже доделан. Балкончик вот этот до конца. Он очень декорированный. Здесь куча таких блоков декоративных. Надеюсь, вам понравится. Здесь, конечно, можно из нее выпасть. То есть, можно, правда, обезопасить это все для детей. Например, заборчики, да. У нас же есть там дети. Да, Вика, например, наш ребенок. Как-нибудь декоративно выстоит. Например, вот сюда. А, не, высоту не поставить. Ну, это и проблема. Как-то... Не, можно стеклом, конечно, так вот сделать. Где-то у нас там полублоки-то стекла. Не, он не будет здесь смотреться вообще никак просто. Он не туда ставится, куда нужно. Просто вот так вот можно сделать. И вот так вот. Хм. Типа на заборчиках, на этих стоит. Не знаю. Странно немного смотрится. Но вообще можно попробовать оставить такой... Ход. Я, правда, не знаю. Странно. Странно смотрится. Реально. Давайте пока оставим. Вы в комментариях напишите, оставите это стекло. Короче, напишите насчет того вот балкончика, который мы построили. Это стеклянный, да. Напишите насчет вот этого. И еще, ребят, напишите в комментариях ваши идеи по поводу вот этого места, что здесь можно сделать. Боже мой, кто-то здесь забор тут поставил посреди дома. Не, надо так делать, я-то чуть не застрял. Но мне его подкинули, понимаешь? Ну и что надо ставить сразу на это место? А, вот здесь, который стекло в уголке как бы стоит, да? Да, я про это место. Слушай, ну оно выглядит странно, но в принципе, почему бы и нет. Да, я тоже потом, почему бы и нет. Тут правда щелька какая-то образуется. Ну прикольно же смотрится, смотрится же прикольно. Не, щельку можно легко брать. Берем обычный блок стекла, ломая. Не, 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 оставь это фишечка. Я тебе показываю, покажу, смотри, смотри, вот так вот. Сверху вот эту вот ломаем штучку. Ее заменяем на блок стекла. Потом берем вот этот вот блок, уже делаем вот так вот. И щельки нет, и снизу точно так же можно сделать. Да не подходите, вы можете я доделаю, а потом будете подходить, ребята. Буташка просто в кости встает. Так, здесь тоже вот так вот, хоп и хоп. Все отлично. Ну все, теперь все заделано герметично. Да, теперь вроде герметично даже, смотрится нормально. Так, так, погоди, кто-то блок доставил, что ли? Наши стеклопакеты дома. Да, вообще не знаю, я такого дизайна нигде не видел, но смотрится необычно. Такое точно никто не строил. Не, может он бы конечно строил, мы играть уже столько все строили, что мне кажется даже такое построили. Да, понимаешь, что-нибудь да уже и придумали такое. Да, ну ладненько, ребят, в принципе на этом все, вот такая вот у нас коротенькая серия, мы вот в основном дом занимались. Да я думаю, в ближайшие несколько серий мы будем заниматься домом, все-таки хочется сделать уютный, теплый дом, в котором мы будем жить, развиваться, вот и так далее. Потому что хочется сделать, все хочется сделать красиво, уютно, и чтобы мы приходили сюда и могли просто отдыхать. Сидеть на балкончике за стеклом, побивать сачок и такие, ну, радоваться жизни, наслаждаться. Я хотела сказать, что конечно за серию мы занимаемся дизайном острова, всякие штучки добавляем тут с ребятами вместе. Ну да, на самом деле это делают другие люди, мы просто на самом деле нифига не делаем. Ну нет, я пару раз заходила такая. Нет, я тоже пару раз заходила, тоже что-то делал, но я не сказал, что большая часть, конечно, сделают ребята, которых мы приглашаем на остров. Если вы припобедете на Скайгрид, вас скорее всего не выгонят, если вы, конечно, не накосячите. Если накосячите, то вас обязательно ребята сюда выгонят, еще могут даже и забанить, поэтому смотрите, не косячите. А зачем вот здесь вот эта штучка, смотри, поднимающаяся? Такая, я здесь каемочку сделаю, сейчас посмотрю где. Вот, 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 вот. А еще не знаю, может здесь какой-нибудь склад можно будет думать. Просто это выглядит очень странно, а сам такой подъем жесткий. Ну, это типа не всем подъем, я хотел здесь кое-что другое замутить, но потом передумал и сделал просто, хочу сделать еще с той стороны балкончик. У этого дома должно быть много балконов красивых. Вот. Уже, я так захотел. Хорошая идея. Вот, ну что ж, на этом все, дорогие друзья. С вами были Химичка и Демастер. Отвешивайтесь на наши каналы, обязательно, ну, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте, 6 тысяч лайков, мы идем записывать следующую серию, продолжение. Вот, также с нами еще были наши подписчики, которых мы отобрали в Тинспике. Если вы тоже хотите попасть, шансы есть у всех. Примерно каждый теперь раз мы будем отобрать плюс два новых подписчика, если они будут. Вот, то все в ваших руках. Вот, парни просто сидели, Мидбус, Рома в Тинспике. Такие, оп, нежданьте. Да, и тут резко мы начали записывать серию, они такие, о, мы тоже хотим, и мы такие шухи лопали. Вот, ну, на этом все, всем удачи, всем пока-пока, ребятки. Ем пакетики.